С какими самыми распространенными заблуждениями о Беларуси вы столкнулись в Украине? Что у нас здесь сталинский режим, что нам тут не дают дышать, правительство, что у нас очень сложно, что мы до сих пор рассказываем анекдоты на кухнях только проверенным людям. И все эти мифы мы, все белорусы, кто был рядом, разрушали как только могли, что это не так. Как вы это делали? Доказывали смело, в горло в Украине, рассказывали анекдоты. Мы опровергали все слухи, даже на примерах зарплат и пенсий мы доказывали своими рассказами о Беларуси, что у нас далеко не плохо, а в чем-то даже и лучше. Что было самым сложным на «Х-факторе» для вас? Самым сложным? Ну, это проверка на выносливость, потому что действительно графика никакого нет. И у творческих людей бывает так. Долго человек ничего не делает, а потом муза раз посещает и начинает что-нибудь делать. Так вот, перед «Х-фактором» долгое время со мной ничего не происходило. Неудачный этот бизнес, и все как-то… Не было каких-то особых напряжений, кроме нервных. А тут раз, и в течение почти четырех месяцев, день в день сумасшедший график, сумасшедший режим. То есть недосып, нервы. Там люди собрались, которые друг друга не выбирали, конечно же, в друзья, в товарищи. Мы жили в комнате по три, по четыре человека. Мы все люди с разными характерами. И у всех цель одна. Главное, мы все как бы… Как бы мы не улыбались друг другу, мы все же были конкурентами. Ну, в этом была сложность. Быть во всем лояльным, и терпение тут однозначно нужно большое, чтобы дойти не только до финала, а даже до полуфинала, чтобы дойти нужны были нервы. Ну и корректность. Чем больше ты проглатываешь какой-то негатив или что-то непонимание, тем ты увереннее идешь к финалу, к заветной мечте. Почему ваш успех не смогли повторить девушку из Нигелева «Треба-Биофикс»? К сожалению, я не был членом жюри. Мне сложно ответить на этот вопрос. Может быть, не совсем… Ну, хочется сказать, форматный. С другой стороны, по-моему, в «Экс-факторе» нет вообще никаких форматов. Ну, вот так, видать, руководство и члены жюри посчитали, что… Не знаю, не знаю, не могу ответить, честно говоря, не знаю, по какой причине. Потому что реально вокально они провели, то есть это однозначно был фурор. То есть как они выступили, встал в зал также, и Серега, конечно, был там за наших. Они хорошо себя показали. Но они немножечко, конечно, подкосились в тренировочном лагере. Там был вообще сумасшедший график. Там реально люди не спали совершенно. И надо было в течение нескольких часов, не спавши, выучить песню. Мы все находились в замкнутом пространстве. Все 240 человек. Вот приблизительно в чуть большем холле. Ну, вот в два раза. И мы нас никуда не выпускали. Ну, это реально была такая проверка на выживание. И не все справлялись. Кто-то упадал в обморок, кто-то еще что-то. У кого-то просто… Я знаю, что девчонки столкнулись с проблемой, которая была и у меня. Они не могли просто собраться и выучить текст. Просто выучить текст. Это было невозможно в этих условиях. Потому что на каждом шагу, сколько людей стоят, они все поют. Все учат. Кто как, кто психует, кто нервничает, кто орет, кто что-то. Кто-то смеется, кто-то спит, храпит. Ни разу не возникало желания сказать все спасибо. Я вам это больше не знаю. Каждый день. Были такие желания, но я четко понимаю, что там, где я сейчас нахожусь, на том этапе, на том уровне, мечтают оказаться тысячи человек. А может даже и миллионы, если не брать только Украину и Беларусь. То есть, неважно конкретно х-фактор, а именно, чтобы получилось так. Три месяца ты вкалываешь, реально ты как на войне находишься, но потом тебе везде почет. Это мечты миллионов людей. И я четко понимаю, что вряд ли у меня будет еще такая возможность. Я не знаю такой возможности, не знаю такого конкурса, не знаю такого. Куда можно было бы в случае провала здесь, пойти в другой конкурс и знать, что я получу такой же успех. Но это ведь и большая ответственность. Перед глазами миллионов людей, сотен тысяч поклонников теперь нельзя оплошать. Я максимально стараюсь быть открытым человеком перед всеми. Конечно же, ко всем передам не повернешься. Но, как многие уже мне поклонники писали, что ты не бойся нас подвести. Ты просто, пожалуйста, не меняйся. И я не стараюсь как-то быть искусственным, ненастоящим. Потому что в любом случае, если человек врет или же как-то себя напущенно ведет, это когда-нибудь и самому человеку надоест. Или же его просто раскусит. И это обернется не очень хорошо. Вот тогда и будет это, как, знаете, как подвести. Что вот, а мы-то думали, ты такой. А я вот с первого шага на «Х-фактор» и по сей день стараюсь быть одинаковым. То есть тем самым Литвинковичем, которого люди узнали. И надеюсь, они вот так и будут знать меня именно таким. Вы настаиваете на том, что это шоу вас нисколько не изменило? Я надеюсь, что нет. Ну, я знаю, что я стал смелее. Во многих вопросах я стал разбираться больше. То есть я закончил институт однозначно, что касаемо шоу-бизнеса. То есть многие потайные двери для меня сейчас открыты. Я знаю, что как делается и во многом уже разбираюсь. То есть я максимально старался перенимать все опыт украинских коллег во всем. В освещении, в том, как они берут интервью, в организации толпы, как они все это делают. Я просто как диктофон, как губка пытался это впитать. Но чтобы это повлияло на мои человеческие качества, это виднее будет со стороны моим родным. Я каждый раз их прошу, честно. Вот Юля не даст соврать что-то. Я всегда прошу, если вы увидите, что что-то не то уже, звезда загорается, говорите мне сразу смело. Потому что ну кто, если не вы? Посторонние люди могут это сказать, и не зная меня. Сразу скажут, о, да ты звезда. Ты откажешься давать нам интервью, ты все, звезда. Или еще что-нибудь там. Не можешь дать автограф, все, ты звезда. Или же у меня элементарно зрение плохое, я могу реально не узнать человека, ну пройти мимо. Все, звезда. Но моим родным-то лучше знать, в чем причина. Получив это высшее образование в области шоу-бизнеса, вы готовы приехать из Белорусска? Честно скажу, мне бы, конечно, нужно еще встать на ноги самостоятельно, чтобы к моему, то есть, ну, как сказать-то, хочется, чтобы у меня был четкий фундамент, чтобы люди со мной считались. То есть, одного участия в X-факторе, я думаю, недостаточно, чтобы прислушивались люди к моему мнению. Но вообще, в дальнейшем, мне хотелось бы, конечно, если насколько я это могу, передать опыт тому, кому это интересно в Белоруссии. Я вот знаю, допустим, в моей студии, там, где я занимался, и когда есть время, занимаюсь, я знаю, что вот они готовятся, сейчас будет какое-то мероприятие, я знаю, что они меня будут спрашивать, и я с удовольствием им что-то помогу, подскажу, как, что, какие-то нововведения, какие-то приемы, я с удовольствием буду рассказывать. И мне хочется, чтобы мы тоже, чтобы наша Белоруссия не отставала, потому что мы, как ни крути, все же мы в одном, в едином поезде шоу-бизнеса, мы в последнем вагоне. Украина, я считаю, в первом. Даже какие-то западные страны, они где-то посередине. Все же, вот насколько я читал статей и принимал участие в разных конференциях, все же украинский шоу-бизнес, они семимильными шагами шагают. А мне же хочется, чтобы мы не отставали. И если я буду одним из тем связующим звеном, я буду только рад, если кто-то захочет перенять мой небольшой опыт для этого. Кем и в какой стране вы видите себя? Я не сильно замудренно говорю вообще. Может, мне попримерно? Меня так научили думать, прежде чем говорить, что мне закипает мозг. Кем и в какой стране вы видите себя в ближайшие 5-10 лет? Так как контракт с СТБ у меня на ближайшие 5 лет, но все же я белорус. Конечно, в Украине и в Беларуси я хочу петь, творить. Ну вот и все. Я не считаю, что вот если меня раскручивает Украина, то исключительно в Украине я и буду. Тем более, что я знаю их планы немного так пошире, чем... Они хотят и мой продукт показать в России и дальше за рубежом. Насколько это будет получаться, не знаю. Но на данный момент планы таковы. Украина и Беларусь. Работа здесь. Но ведь вы можете стоить очень дорого для Беларуси теперь. Это же ведь рынок. А на рынке принято торговаться. Я думаю, что... Я же не булка в магазине, на которой висит определенный ценник. Все зависит от обстоятельств. Вот, допустим, в эту пятницу. Сегодня же пятница? Это вчера. Значит, в четверг. В четверг в моем городе должен был состояться благотворительный концерт. И меня туда пригласили. И если бы не болезнь, я бы с удовольствием туда без всяких там, конечно же, денег пошел бы. Все зависит от того, хотят люди на этом заработать, сколько, как. Но вообще-то меня вопросы не касаются. Больше касаются тех, кто стоит у кассы. Я всего лишь предмет пока что торговли. То есть пока вы булка? Ну да, пока. Пока булка, но участника, который может торговаться. Ну да, я знаю просто по меркам, которые существуют. Вот ко мне уже обращались белорусы за выступлением. И назвав цену, причем такую очень, совершенно не ту, которую выставил бы канал, а в четыре раза меньше. Они сказали, как-нибудь, может быть, посмотрите наши цены в каталоге, чтобы цена не разнилась между нашими отечественными. Я говорю, ну, простите, мне на данный момент реально время дороже. То есть я бы, да, если бы, ну, короче, время дороже. Чего белорусского вам не хватало и чего не будет хватать в ближайшее время, как вы думаете? Белорусского. Колбасы. Там все так ценят нашу белорусскую колбасу. Все просят привезти. На самом деле, в Беларуси мне просторней. Природы белорусской. Это однозначно. Все же, пускай не обижаются украинцы, но мне роднее белорусская природа. Ну, и люди здесь скромнее немножко. Может быть, поэтому мы не везде успеваем, потому что говорят наглость это второе счастье. Мы их не знаем. Ну, вот. Ну, в завершение такое. Привет, пожелания и наподствие для тех белорусов, которые будут смотреть это интервью и будут желать или запланировать или на 2013 какие-то большие шаги в шоу-бизнесе. Не нужно слушать никаких слухов и ни в коем случае не сомневаться в себе. Знать четко, отдавать себе отчет. Если то, чем ты хочешь заниматься и то, что приносит тебе счастье и удовольствие, не мешает окружающим, делай это. Неси добро в массы или себя проверяй на прочность. Главное, чтобы это действительно никому не принесло вреда. Все. Надо испытывать себя полностью. Я знаю точно, что я некоторые вещи в себе открыл, в которых реально сомневался. что их вообще так возможно. Все возможно. Человек способен на очень многое. Главное, чтобы это никому не мешало. Все. Спасибо. Да не за что. Вам спасибо. Спасибо.